Нет должного содержания, нет квартиры. В отношении жителей Привокского района, превратившего свою квартиру в приют для бомжей и бездомных собак, началась процедура выселения. Вчера мы рассказывали вам о мужчине, который вот уже несколько лет ведет асоциальный образ жизни, отравляя жизнь всем своим соседям. В его квартире настолько грязно, что ее уже трудно назвать таковой. Вот, пожалуйста, проедите, снимайтесь. Проходите, проходите, проходите. Это не так. Слушайте, ребята, развернулись, идите на хуй, блядь. Я вас звал, блядь. Вы хотя бы подсучались, зашли, блядь, а? Считаешь, что так можно жить? Я не знаю, что я считаю, блядь. Я вам сказал, идите отсюда, блядь. Пожалуйста. Ремонт, я начал, вот только, блядь, ломаю, блядь, мусор его нашу, блядь. Собирай, сделай, сделайся ремонт. Так и не начавшийся ремонт, скорее всего, будет закончен уже другими людьми. Сегодня неблагополучную квартиру посетили сотрудники районной администрации. Квартира муниципальная, а не приватизированная. А потому власти имеют право для принятия самых жестких мер реагирования. Обследование сопровождалось лаем все тех же бездомных собак. Будет в судебном порядке решаться вопрос о выселении, так как квартира является не приватизированной, а муниципальной, как не надлежащее содержание жилья, будем решать в судебном порядке о выселении данных вживающих лиц. Вы готовы покинуть эту квартиру? Да, готов. Ну не сейчас, месяц-полтора, когда снег сойдет. Я не хрухладу. Процедуру выселения будем доводить до вынесения решения Превокским районным судом. Сроки рассмотрения процесса минимум два месяца. Безусловно, здесь поднимут руки все за два месяца, три месяца для нас просто не срок нашему терпению. Вы же видите, мы годами это все терпели. И куда только не обращались, и только вот благодаря вам. Но это была последняя инстанция, мы, видимо, очень терпеливые. А может быть, все-таки попробовать вернуться к нормальной жизни? На работу устроиться? Надеюсь, куда брали бы. Ну, топтался за 70 лет уже. Кстати, выселять хозяина неблагополучной квартиры будут не на улицу. Ему будет также предоставлено муниципальное жилье, но уже гораздо меньшей площади.